Здравствуйте! В студии Евгения Монакова и сегодня в центре нашего внимания ЕГЭ. Все уже знают, что это такое, и сообщу только информацию о том, что в 2013 году в Преамурье участниками единого государственного экзамена станут 5864 человек. Цифры немало, тем более учитывая, что сдают экзамен, как правило, не только ученики, но и их родственники. Поэтому сегодня эту непростую проблему мы будем освещать вместе с заместителем министра образования и науки Амурской области Закировой Ларисой Анатольевны. Здравствуйте, Лариса Анатольевна! Здравствуйте! Лариса Анатольевна, ну я знаю, что ЕГЭ действительно такой процесс непростой для родителей и для учеников, поэтому давайте поговорим о наблюдателях, потому что, насколько я знаю, где-то около 600, даже более 600 участников будут выступать в качестве наблюдателей на едином государственном экзамене. Ну вот скажите, всех ли берут, кто подает заявки? Общественным наблюдателем может быть человек дееспособный, совершеннолетний, который прошел определенную аккредитацию и получил удостоверение. В этом случае, выполнив данные условия, человек может быть общественным наблюдателем. Общественным наблюдателем не может быть работник педагогический, который работает в общеобразовательном учреждении. Это представители органов местного самоуправления, органов, осуществляющих управление в сфере образования и родственники участников ЕГЭ в том пункте, в котором проходит экзамен. Но более-менее понятно с функциями наблюдателей, да? Вот какие у них есть права и полномочия? Ну конечно, раз наблюдатели получают статус, при том проходит аккредитацию, то у них есть и свои полномочия. Общественный наблюдатель обязательно следит за порядком, соблюдение порядка за проведением государственного единого экзамена. Если общественный наблюдатель заметит нарушение данного порядка, он обязан немедленно сообщить уполномоченному представителю. Он как-то в письменной форме? В письменной форме. И в конце экзамена он еще составляет небольшой отчет. Вот непонятно мне тогда, с чем связан такой рост наблюдателей? Действительно, из года в год они, насколько я вот читала, по статистике растут. Вот почему? С чем это связано? Ну, во-первых, интерес связан с тем, что сама процедура единого государственного экзамена, как она проходит? У нас же в общественные наблюдатели многие идут родители, чьи дети еще находятся на обучении на первой ступени, на второй ступени. Поэтому для них пройти вот эту школу общественного наблюдения и просмотреть процесс проведения единого государственного экзамена – это большой плюс в дальнейшем образовательной деятельности вместе и совместно со своим ребенком. Во-вторых, многие общественные организации привлекаются в качестве общественного наблюдения, потому что они имеют интерес понаблюдать, как соблюдается ли порядок проведения единого государственного экзамена. Поэтому интерес есть у каждого человека, который является общественным наблюдателем, и их количество у нас увеличивается. Ну, я надеюсь, я думаю, что и вы на это надеетесь, что нарушений не будет все-таки, что как-то все пройдет гладко. По-другому не может быть обязательно на это, надеемся. Скажите, пожалуйста, какие изменения вообще ждут единый государственный экзамен? Насколько вот мне известно, говорят о том, что ЕГЭ обязательно станет больше в будущем году? Уже будет их не два, а четыре. Так ли это? Ну, вот сама процедура проведения ЕГЭ, она совершенствуется каждый год. Сама процедура. Вот в этом году впервые дети узнали минимальные баллы оценок по всем предметам. Если в 2012 году мы узнали только эти баллы по русскому языку и математике по основным предметам, то в этом году еще осенью дети уже узнали по всем предметам. То есть сегодняшний выпускник, он смело идет на экзамен и знает, какой конкретно балл я должен получить. По русскому языку это 36 баллов, по математике это 24 балла и по тем предметам, которые я выбрал. В этом году у нас пункты проведения экзаменов будут обеспечены видеосвязью. То есть все видеокамеры, они будут находиться в пункте проведения экзамена. Что я думаю, во-первых, мы принимаем дополнительные меры по исполнению порядка проведения экзамена, а во-вторых, это будет очень документально подтверждено о том, что если были случаи нарушения порядка при апелляции. Ну и в-третьих, конечно, о том, что в этом году, согласно закону образования в Российской Федерации, который уступает в силу с 1 сентября, но статья 108 данного закона уже уступила со дня опубликования, у нас профессиональное среднее образование будет без конкурса проводиться. Это тоже вот хорошая такая основа для тех, кто будет поступать в среднепрофессиональное образование. Насчет изменений в обязательных предметах, количества, да, у нас принят федеральный государственный образовательный стандарт по среднему полному общему образованию, который прописывает о том, что обязательными экзаменами будет русский язык, математика, иностранный язык. Но сама процедура ведения иностранного языка, как обязательного экзамена, это будет в 2020 году. Есть еще такое предположение, опять же, прочитала, что срок действия будет продлен. То есть результаты ЕГЭ, они будут действительно в течение 4 лет. Опять же, к вам вопрос. Я хочу обратиться к сегодняшним выпускникам 2013 года. Для них срок действия свидетельств, оно остается по-прежнему, согласно существующему, действующему закону образования. Это один год. А для выпускников 2014 года, когда вступит с 1 сентября закон о образовании в Российской Федерации в силу, для данных уже категории выпускников срок действия свидетельств будет 4 года. Это очень хорошо, радостная новость. Скажите еще, в принципе, можете так предположить хотя бы, сколько баллов нужно набрать для того, чтобы поступить на бюджетной основе в ВУЗ? Ну так, опять же, по опыту прошлых лет. Ну, если говорить по опыту прошлых лет, то у нас стартовал проект всероссийского рейтинга. В данном проекте самый высокий балл, он может быть равняться 300 баллов. Это 3 экзамена по 100 баллов. Но данный проект, если выпускник 220 баллов и выше, то уже данное учреждение, в котором он учился, общеобразовательное учреждение, эта школа может участвовать в этом рейтинге. И очень приятно о том, что у нас в 9 территориях есть общеобразовательное учреждение, где выпускники прошлого года, 2012-го, набрали по 3 предметам баллы от 223 до 262. И это означает о том, что данные учреждения могут участвовать в всероссийском рейтинге. Поэтому всё зависит от наших ребят. Лариса Анатольевна, ну, по Вашим словам, я так понимаю, что уровень выпускников и, соответственно, баллы ЕГЭ, они всё-таки растут? Они растут, конечно, однозначно, потому что мы прекрасно знаем, в прошлом году была объявлена оценка эффективности высших учебных заведений, и в которой среди 50 показателей деятельности высшего учебного заведения ведущая роль отводилась образовательной деятельности. И именно результат ЕГЭ выпускников имел огромное влияние. Лариса Анатольевна, я знаю, что в этом году в ВУЗах увеличивается количество бюджетных мест. Мало того, ВУЗы предлагают и бесплатные общежития для тех, кто набрал высокий балл в ЕГЭ, и будут выплачивать премии, и будут давать абонементы какие-то в спорткомплексы. Вот как Вы считаете, от этого станут ли лучше результаты? Поможет ли это как-то увеличить? На родительском собрании заместитель министра образования и науки Александр Климов отметил, что сохранен объем контрольных цифр приема на уровне 2012 года. Конкретно это 491 тысяча бюджетных мест. Несмотря на то, что количество выпускников школ в 2013 году сократилось по всей России на 1,3%. Но все-таки бюджетных мест осталось на уровне 2012 года. И было также отмечено заместителем министра, что в этом году 70% бюджетных мест распределялись в рамках субъекта Российской Федерации, а 30% на уровне уже Российской Федерации. Это говорит о том, что для наших выпускников открыты все дороги. И региональный компонент, чтобы дети наши оставались в наших вузах и дальше по окончанию наших университетов они оставались и работали здесь и были причастны к развитию именно нашего региона. Но мы прилагаем все усилия для этого. Алиса Анатольевна, напоследок не могу не спросить, осталось буквально 30 секунд до конца эфира. Ваши советы и рекомендации, как человек опытный, что нужно сделать, чтобы хорошо сдать ЕГЭ? Уважаемые выпускники 2013 года, успехов вам, терпения, чтобы время, которое выделено на экзамен, вы использовали до конца. А те, кто принимает участие непосредственно в проведении экзамены, вам я хочу пожелать корректного отношения друг к другу, в том числе и к родительской общественности, и к общественным наблюдателям. Спасибо вам большое. Всего доброго, спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заместитель министра образования и науки Амурской области Закирова Лариса Анатольевна. И говорили мы сегодня про ЕГЭ. Удачи вам, всего самого лучшего.